здравствуйте друзья вы на канале обувного маньяка мистера чао и сегодня мы начнем с новости новости бывают хорошие или очень хорошие других новостей не бывает многоуважаемый бернар арно вы естественно все знаете кто это такой это владелец луи виттон миллиардер бернар арно вот он собственно его вы сейчас лицезреете пожертвовал 5 миллионов евро на разработку лекарства от коронавируса соответственно делаем выводы что бездуховный луи виттон вложил деньги в наше здоровье и у нас все будет хорошо все получится но есть одно но он наверное не в курсе был что российские медики фармацепты уже разработали лекарства от коронавируса и она удачно продается в российских аптеках и называется она ареп ливир и могли бы просто назвать ковид стоп или антиковид или еще что-то и лекарство это стоит российская 12 тысяч рублей вы знаете я наверное лучше кроссовки куплю так что вот так на сегодня новостей больше нет за позитивными новостями вас ждет позитивный обзор и сегодня у нас коробки легенда легенда которая начала свою историю в семидесятых годах изначально эту обувь была создана для игры в баскетбол да именно для игры в баскетбол сегодня мы ходим них по улице делаем все что угодно только не играем баскетбол чуть позже эту легенду вытеснули и вытеснили конкуренты своими более интересными моделями баскетболисты перестали в этой обуви играть в баскетбол соответственно модель начала затухать но при этом она производилась в 80-х годах известная на тот момент группа run dmc появилась на одних на одной из обложек в этих кроссовках и тем самым эта модель обрела вторую жизнь я не знаю это было сделано специальные были по договоренности или просто стечение обстоятельств сами понимаете да известная хайповая группа ну и залог обеспечен залог успеха обеспечен это приспределить на знаете как вот вы представьте собрались а президенты всех стран там этот какой-нибудь саммит они сидят за круглым вот овальный стол там или как там правильно сказать и перед тем как начать обсуждать мировые проблемы один из президентов говорит слушайте ребята вы вчера смотрели обувного маньяка и один да я смотрел да ладно и как тебе он да супер он про него балансы рассказал там про то про это начинают обсуждать те кто не смотрел в этот же момент начинают искать мои видео смотрите вот писать и президенты сидят делятся моими обзорами вы же представляете какая многомиллиардная аудитория прибежит на мой канал это же будет просто мировое признание соответственно делаем выводы что совсем чуть-чуть надо для счастья совсем чуть-чуть представляете прям со всех галактик инопланетяне будут прилетать брать у меня интервью но это все фантазии фантазии как не как у нас сейчас осень каждый имеет право по своему фантазировать в осень ладно я вас не буду мучить я хочу с вами поделиться легендой это будет бомба посмотрите посмотрите на это произведение искусства посмотрите на этого шанхайского барс как они блестят на солнце восторг пишите кто угадал что это будут супер старые но почему я взял именно эти супер старые давайте просто сблизи рассмотрим их пускай вот эти стоят я люблю когда вот что-то красивое вам видно элементы во первых вы видите да вы видите что тут написано да именно по-русски вы видите это ну это эмоции моря элемент я хоть и не люблю золото но в данной интерпретации все это смотрится бесподобно смотрите бегай бренд с тремя полосками ну вообще гения главное что не с двумя а то когда их не ожидаешь эти две полоски они гораздо неприятнее чем три полоски вот это металлоконструкция легендарная металлоконструкция да я знаю что это называется ракушка но называю я это металлоконструкция что они не пробиваем и очень удобно классная штука очень классные кроссовки абсолютно простые без выпендрежа без ничего просто классика и сочетание цветов бомбическая на мой взгляд и опять же да я же всегда говорю надо выделяться надо выделяться из толпы я знаю что миллиарды обзорщиков уже это делали но давайте я вам покажу что из себя представляет стелька ну все как обычно внутри а внутри смотрите что это такое кстати что это такое кто знает вы видите там малярный скотч полоски что это такое ребят кто нибудь с таким сталкивался серьезно я вообще первый раз жизни такое вижу фантастика какая-то давайте ради интереса посмотрим что у нас во втором кроссовке и во втором кроссовке то же самое это какая-то фишка ребят я просто в свое время ходил в супер старых но я никогда не смотрел на страну производства и не знаю ну я даже не знаю вот смотрите вот тут все как обычно здесь не до чего докопаться вообще не до чего меня просто безумно возбуждает надпись москва надпись супер стар на русском мне кажется что это очень круто это очень патриотично это очень стильно очень модно давайте приступим к нашему показу моды высокая мода от мистера чао ну по традиции вы сами понимаете с чего я начал мне кажется это восторг это просто гандам стайл как он вообще идеальнейшим они созданы друг для друга ваше мнение и не знаю я бы сказал что это просто перфектов продолжаем показ высокой моды тут и говорить нечего тут и так все понятно а знаете что мне интересно это понятно классические цвета хотя мои рыжие были не классический цвет как вы думаете под серые джинсы эти белые кроссовки пойдут может стоит попробовать ради интереса посмотреть насколько они классно идут насколько они универсальны что у меня очень давно не было белых кроссовок очень давно а таких стильных у меня наверно не было никогда таких стильных белых я ходил свое время в супер старых но это были они бордовые или темно-красные замшевые и у меня о них наилучшие воспоминания давайте померяем под серые без эмоции абсолютно без эмоций но не знаю неплохо и нехорошо мне не нравится но одевать можно я считаю что касается комфорта это обуви я не знаю если те у кого были они понимают что здесь в принципе никаких бустов ничего технологий особых нету они бег комфортные возможно для полного счастья и не нужны никакие эти современные технологии бусты эйры в них очень комфортно в них можно ходить ходить и ходить это обалденнейшая обувь это очень классная стиль на это классика в любой момент встал и пошел я в этой обуви ходил порядка пяти лет и она у меня оставалась в отличнейшем состоянии не вернее не в этой обуви а в такой модели я ходил поэтому идеальнейшие шикарнейшие считаю что в гардеробе такая обувь должна быть возвращаемся на наш операционный стол после мощного показа моды и к чему я сейчас хочу вас подвести да я всегда призываю покупать оригиналы и пытаться покупать обувь с какой-то небольшой изюминкой в данный момент у нас изюминка то что написано суперстар москва модель сделанная для москвы если у вас нет возможности например купить коллаборацию которая была недавно коллаборация adidas с прада это сейчас модное слово коллаборация раньше это называлось совместное производство сейчас называется коллаборация на такое ощущение что ближайшее время брак между мужчиной и женщиной будут называть не браком а коллаборацией одного субъекта с другим но это ладно это я так пытался пошутить развеселить вас в общем суть в чем коллаборация adidas с прада в продаже они были за 35 тысяч в ритейле но причем в адидасе я их не видел и за наверное они в прадо продавались были они распроданы за 5 минут может за 6 может за 10 а сейчас эти кроссовки супер старый adidas правда продают за 35 35 они в продаже были сейчас их продают от 40 до 80 тысяч я видел на ebay такие цены там цветовая гамма белые черные и если я не ошибаюсь да 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 еще и серебристые вот они что я могу сказать ну вот эти кроссовки стоят 7 тысяч рублей или 8 я уже не помню 35 но кей не купили вы за 35 купите вы их за купите вы супер старый пускай они спрада пускай они сделаны в италии за 40 за 50 за 60 тысяч ну мне кажется это небольшой перебор да это небольшой перебор за то чтобы попытаться выделиться хотя как известно в наше время люди готовы платить любые деньги только чтобы выделиться но как известно иногда даже не надо переплачивать чтобы выделяться если вы смотрели мое сравнение изи бустов изи бусты которые я встречаю практически каждый день на людях и обувь которая продается годами еще их нигде ни на ком не видел поэтому конечно хочется выделяться быть не таким как все это нормально это нормальное чувство нормальное желание выделяться можно если не кроссовкам то носками например да вот вы же знаете что мистер чо он не лёсит он не носит черные носки выделяться выделяться делать это красиво стильно круто вы посмотрите какое-то произведение искусства всего лишь навсего белые кроссовки всего лишь навсего надпись на русском языке супер старому у меня лично это вызывает безумные эмоции вот эти детали посмотреть вот эти металлические как называется штучки на шнурках я даже не помню уже ну это же обалденно это очень стильно ребят вот серьезно эти кроссовки заслуживают уважение эти кроссовки заслуживают не знаю низкого поклона потому что это неубиваемые кроссовки соответственно после того как я заявил о том что суперстары являются неубиваемые обуви я кидаю метеорит в огород nike air force 1 и это самый парадоксальная обувь которая мне кажется существует одна из тоже также такая же легендарная как и суперстар я считаю ли суперстар адидасовский и nike air force 1 это идентичные модели в плане легендарности и та и другая выпускается но будем считать что обе они выпускаются по 30 лет не считая того что суперстары появились семидесятых но air force 1 убиваются у меня их никогда не было я дважды пытался их купить но об этом мы поговорим в следующий раз что касается суперстаров я смотрел коллаборации мне интересно было какая у них максималка максималка по коллаборациям у них стоит в районе 150 тысяч я не знаю 150 тысяч но это не самое страшное что может быть 150 тысяч до потому что есть вот такие варианты ношеная обувь посмотрите на стоимость это просто и не знаю я не знаю кто такое куда честно поделитесь со мной на ваш взгляд кто готов купить нож ногу за такие деньги а я предлагаю вам приобрести всего лишь навсего стильную модную обувь которая вам понравится и будет служить верой и правдой друзья с вами был мистер чао я надеюсь вам понравился мой обзор советуйте меня друзьям ставьте лайки я вас всех люблю обнимаю одиос друзья я